вам мудрости теперь у нас тут хорошая маленькая сова совушка как у нас есть поговорка в английском мудрая старая сова в 2 корнекорском в 1,10 мы имеем Соломон и он сказал дай мне мудрость и знание чтобы я смогу ведать этого народа для того, кто равен в суде этого великого народа вашего во 2 параллельпоменом 1,10 Соломон говорит ныне дай мне премудрость и знание чтобы я умел выходить перед народом с ним и входить ибо кто может управлять с ним народом твоим великим и поэтому даже великий Соломон просил Бога мудрости и поэтому даже великий Соломон просил Бога мудрости и я думаю мы можем все это сделать и мы все можем так же поступать мы можем все просить Бога о мудрости но существует особенный дар мудрости и я верю что у Соломона также был этот дар и когда мы смотрим на некоторые вещи которые он сделал и когда мы можем смотреть на некоторые дела Соломона как Бог через него работал но его падение были женщины но мы не будем сейчас окей категория которая относится это дар откровения окей и определение этого дара видеть жизнь с Божьей точки зрения окей и что же дает нам слово мудрости или дар мудрости это показать Божью точку зрения Божью перспективу с данной ситуацией как вы помните мы не ищем мирской мудрости мы ищем мудрости которая исходит от Бога давайте теперь рассмотрим некоторые примеры примеры первые примеры когда Павел был перед Синедрионом в Деяниях 23 главе 6 стихе в Синедрионе узнав же Павел что тут одна часть садукеев а другая парисеев возгласил в Синедрионе мужи братья я фарисеев сын фарисея за чаяния воскресения мертвых меня судят Павла привели в Синедрион на суд и в тот момент Бог дает ему понимание как нужно вести себя в той ситуации и в тот момент Бог дает ему понимание как нужно вести себя в той ситуации это мудрость которая исходила от Бога в тот момент это примеры Божьей мудрости следующий пример это ответ Иисуса по поводу налогов в 22 главе Матфея в Матфея 15-22 Парисеи пытались уничтожить Иисуса с собственными словами и отправили некоторые Таумиди и некоторые партии уничтожили уничтожили и уничтожили в словах и хотят его подловить на вопросе как тебе кажется позволительно ли давать подать кесарю или нет и поскольку Иисуса был исполнен Божьей мудрости он знал их цель и он говорит лукавые лицемеры почему вы хотите меня споймать покажите мне монету и спрашивает чье имя и чье изображение на этой монете и они отвечают кесаря и потом известное выражение Иисуса давайте кесарево кесарю а Божия Богу это небесная мудрость следующий пример это искушение Иисуса в Луки 4 главе 1 14 стихов я думаю что все мы очень хорошо знаем эту историю это искушение Иисуса и каждый раз его ответы были с особенной мудростью на основании Слова Божьего он знал Писание если он знал Писание нам также нужно знать Писание поскольку это также даст нам мудрость и также позволит нам использовать эту мудрость мудрость существует три вида мудрости существует три вида мудрости в Библии говорится о трех видах мудрости первая мудрость Божья мудрость первая мудрость Божья мудрость 1 коринфянам 2 6 7 мудрость мы проповедуем между совершенными но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих но проповедуем премудрость Божию тайную которая была сокровена и теперь открылась и такую же мудрость Бог хочет дать наше сердце и как я говорил мы не говорим о человеческой мудрости мы говорим о сверхъестественной мудрости которая приходит от Бога также в Писании говорится о мудрости мира 1 коринфянам 2 6 1 коринфянам 2 6 мудрость мудрость проповедуем между совершенными но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих мудрость этого мира придет но Божья мудрость останется и нам также необходимо искать этой мудрости затем говорится о мудрости человеческой стих находится этот экклезиаста 1 глава 16 17 стих 17 23 23 24 25 25 26 26 26 Говорил я с сердцем моим так. Здесь говорит Соломон, человек, у которого было много мудрости. И он приходит к такому депрессионному выводу. Во многом мудрости и много печали. Больше знания, больше страдания. Это может быть правдой, если она не применяется с помощью Духа Божьего. И, в принципе, Соломон говорил в то время, в тот период своей жизни, когда он потерял контакт, общение с Богом. Но я думал, что я добавлю еще один стих в притчах. В Притче 10, 22, это говорит о том, что благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Если мы принимаем от Бога, то мы не будем страдать, в каком-то смысле. Но, когда мы принимаем от Бога, то Он помогает нам применять это правильным образом. И, когда мы рассматриваем этот дар Духа Святого, дар мудрости, мы также уделим внимание некоторым вот таким насущным вопросам. И также давайте помнить, что все нужно нам сравнивать с Писанием. Это наше основание, это тот момент, где наш якорь брошен. И это будет удерживать нас от того, чтобы уплыть куда-то в неизвестном направлении. В Писании говорится о тех, которые были из вери, и они проверили слова Павла с Писанием. У многих людей различные точки зрения по этому поводу. И, насколько возможно, я хочу рассмотреть все эти точки зрения. И также вы должны в молитве размышлять о том, чему Бог хочет вас научить, и что Он хочет вам передать. И сейчас мы сконцентрируемся на слове мудрости. 1 Коринфянам 12, 28, говорится, «Тебе дано Духам слово мудрости». И здесь используется слово греческое «логос софия». Когда перевод достаточно ясный, то применение этой фразы, этого понятия не очень понятно. Это один из дворов, который очень мало описан в Писании. И, возможно, это один из дворов, по поводу которого вы меньше всего будете спорить. Намного больше споров ведутся вокруг дара языков, дара пророчества и истолкования. Поскольку мы можем найти только одну ссылку на этот дар, это 1 Коринфянам, 12 глава, 8 стих. Одному дается Духам слово мудрости. Павел не дает нам четкого определения этого дара. Поэтому нам надо попытаться прояснить это для себя. Чтобы нам понимать это лучше. Иногда нам может понять ход с обратной стороны, определение, которое не дает определения, а наоборот, то, чем это не является. А потом мы уже определим, что это такое. Первое. Это не приобретается природными умственными способностями. Мудрость невозможно приобрести с помощью образования, подготовки или каких-то других способов. Как вы помните, мы не говорим о естественных природных способностях человека. Мы говорим о том, что Бог может дать нам сверхъестественно. Иногда человек, которому нет Духа, может сказать что-то очень умное, что очень может быть похожим на мудрость. Но, с другой стороны, это может быть только половина правды. Что срабатывает в одном случае, не всегда сработает во втором. И особенно это важно, когда дело доходит до духовных вещей. Я думаю, что я цитировал уже этот стих, когда Бог говорил, «Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути». Очень часто мы в нашей духовной работе приходим к такой ситуации, когда мы нуждаемся в этой духовной мудрости. Когда вы не можете естественным образом найти решение проблемы. Хорошо. Как я могу сказать, иногда мы посещаем какие-то места и приобретаем знания. Но не всегда мы приобретаем мудрость. А мудрость – это то, что на самом деле нам нужно. Следующее, что мудрость – это не духовное понимание, не духовное вдохновение. И не способность дать духовное откровение. Человек может быть зрелым в Божьем слове. У него большой опыт за плечами. И он может правильно понимать слова истины. И все же у него не будет сверхъестественного дара мудрости. Есть большая разница между духовным плодом и духовными дарами. Третья, мудрость – это не психология. Духовная мудрость – это не какой-то класс по психологии, на котором вы можете изучать природные наклонности человеческого рода. Это не наука. Это не просто мудрость. Мы все можем в какой-то форме приобрести мудрость. Благодаря чтению Слова Божьего и тем, что мы становимся более зрелыми. У Соломонов было очень много такой природной мудрости. И только несколько раз мы можем увидеть, как в жизни Соломона проявлялся духовный дар мудрости. Мудрость – это не вся мудрость, которой обладает Бог. Дар мудрости – это не значит, что вам дана вся мудрость Бога. Здесь говорится о том, что Бог дает вам частицу Своей мудрости. Я не думаю, что в нашем физическом теле и разуме мы смогли бы вместить всю Божью мудрость. Он не дает нам весь свой склад, запас мудрости. Этот дар не предназначен только для проповедников, служителей и церковных работников. Это дар, который может принять каждый из нас. Да, я верю, что проповедники, учителя, возможно, нуждаются в этом даре больше. И должны искать его у Бога. Но я не уверен, что всегда они так поступают. Мы стали образованным обществом. И мы думаем, что мы очень умные. И мы думаем, что у нас есть мудрость. А я думаю, что Бог иногда сидит там в Себе на небесах и только головой покачивает. А что же вы делаете? Если бы вы меня попросили о мудрости, я бы дал ее вам. Мудрость – это не предположение или новая идея. Иногда у всех у нас появляются какие-то новые идеи, которые смахивают на мудрость. Но мы должны помнить, что такое происходит и с теми людьми, у которых нет Духа Святого. Как мы работаем за время? Мы можем идти. Хорошо. Хорошо. Мы продолжим. Хорошо. Что же такое мудрость? Мы же рассмотрели то, чем дар мудрости не является. И давайте теперь посмотрим другое определение. Духовный дар мудрости – это сверхъестественная способность применять уже полученные знания. Мы можем приобрести знания. Но также мы нуждаемся способности правильно использовать эти знания. И частично это относится к слову мудрости. Это когда Бог показывает что, где, когда, почему, как в отношении проблемы. Это сверхъестественное решение проблемы. Позвольте мне примести один пример. Я путешествовал с одной группой по России в 1992 году. И одна девушка в той группе Ее обворовали на улице. Кто-то вырвал у нее сумку. Ну, в основном из-за того, что она, как бы, небрежно относилась к этому. Но в той сумке был ее паспорт и ее деньги. И мы были в Москве. В 1992 году. Это не наше время. Другая ситуация. А на следующий день нам нужно уезжать из страны. И я был лидером той группы. Я должен был всех их привезти домой. О, Господь, что мне делать сейчас? Пожжав. Пожжав. Кроме того, что взять эту юную леди и, как, отшлепать ее. Что я еще могу сделать с этой ситуацией? Поэтому мы поехали в посольство. И они говорят, ну, мы не можем тебе паспорт выдать. Мы не можем это все решить. И говорят, тебе надо подождать три недели. Какие три недели? Нам завтра надо уезжать. Я сказал, ну, что если мы приедем, привезем ее фотографию, расскажем, подтвердим, что мы ее знаем. И вы сделаете какой-то пропуск. И она поедет обратно в Данию. Этот представитель из посольства говорит, ну, да, поможет. Это не сильно вам поможет на границе. Я говорю, сделайте это. Просто сделайте, пожалуйста. Можете это сделать. Он говорит, ну, ладно, хорошо, сделаем. Взял эту фотографию, поставил подпись, печатил все дела. И вот мы уже на границе. И вот мы на границе. Входят таможенники в автобус, проверяют наши паспорта. И мы даем паспорта, этот кусочек бумажки. И этот парень смотрит на это. И я говорю, ну, она потеряла свой паспорт. Этот парень уходит в офис с этими паспортами и с этой бумажечкой. Час спустя приходит обратно. И говорит, мы не можем вам позволить выехать. И я говорю, могу ли я поговорить с вашим начальником? Смотрит на меня, думаю, ну, да, поможет тебе это. Я опять говорю, можно поговорить с вашим начальником? Он говорит, ну, ладно, давай, пойдем. И идем мы к этому большому начальнику. У него были звезды, погоны на плечах. И я говорю, ну, нам надо домой доехать. Он говорит, но это не паспорт. Я говорю, ну, я знаю. Но нам надо же домой добраться. И потом я говорю, что ей нужно домой, чтобы там кому-то поехать. И в течение получаса я рассказывал ему ситуацию. И Господь постоянно говорил мне, просто продолжай говорить с ними. Продолжай говорить. И поэтому я продолжал говорить с ним, говорить с ним. Продолжал его уговаривать. А, наконец, ему это все уже было вот здесь. И он сказал, идите уже, едьте. Я верю, что это было слово мудрости, чувство мудрости, чтобы дать сверхъестественное решение проблемы. Бог хочет сказать нам, что делать, почему это нужно делать, где это делать, когда и каким образом. Он даст нам сверхъестественное решение этих проблем. Окей. Апликация. Я только один пример привел вам. Но еще один пример может быть матери и детей. Все дети, они разные. У меня трое детей. И четверо внуков. Еще один родится скоро. И все они разные. И нужна мудрость, чтобы обращаться с ними правильным образом. Невозможно сказать, окей, я буду те же методы применять ко всем. И нам нужно принять мудрость от Бога. Окей. Методы. Каким образом Бог делает это? Он может давать через видение. Он может это делать через мечты. Он может это делать через революции. Или же тихий шепот. Или же громкий голос. Бог говорит различными способами. Если вы откроете Евреям 11 главу. Окей. И я хочу получить свою собственную скрипту. Евреям 11 глава. Евреям 11 глава. Первый стих. Это говорит о том, чтобы он звучит. Извините, это первая глава Евреям, первый стих. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам и в пророках. И поэтому через все Писание мы видим, что Бог использует различные способы, как Он обращается к нам. И один из очень ярких примеров того, когда Бог дает мудрость через сны, это пример Иосифа. Когда у Иосифа была способность интерпретировать сны, благодаря той мудрости, которую Бог дал ему. И когда он толковал сны фараона, фараон говорил, что где мы не видали такого человека с такой мудростью в нем. Даже фараон увидел эту мудрость в Иосифе. Также различными способами этот дар функционирует. Первая Коринфянам 12,6. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. И поэтому Бог говорит различными способами, и Он будет действовать различными способами. И это же я говорил вчера. Что не всегда можно Дух Святой поставить какие-то рамки. И сказать, ну, Бог таким образом действовал раньше, так же Он будет действовать и в будущем. И последнее, это цель дара. Какова цель дара? Дар созидает церковь и приносит возрождение. Это интересная цель для дара. Для того, чтобы укрепить церковь. Но также используется этот дар для возрождения, пробуждения церкви. Чтобы церковь двигалась по Божьему направлению, по тому направлению, что Бог хочет для нее. Также этот дар можно использовать в евангелизме. Мы возвращаемся, может быть, через момент к этому. Дар, слово мудрости, это применение знания, которое Бог дает вам. Этот дар, это тот дар, который Бог дает нам в необходимое время для нас. Это попытка видеть вещи с Божьей точки зрения. Или же позволить Богу открыть наши глаза, чтобы мы видели то, что видит Он. Притча 1.7 Там говорится, страха... Притча 1.7 Дар, что говорит мудрость и наставление. Дар, слово мудрости, также приведет нас к правильным отношениям с Богом. Мудрость также может быть Также дар Слова мудрости открывает пророческое будущее. И в этот момент мы приходим к тому, что многое взаимосвязано и взаимосоединяется. Потому что все это исходит от Духа Божьего. И поэтому это все в единстве действует. И иногда будет трудно сказать, что это дар, а это второй дар. Привести границы. И также мы должны понять, что существует разница между ними. И в теле Христовом было много смятения. Неразберихи из-за этого. И не все люди смогли смотреть на дары и говорить, что это дар, а это тот дар. И иногда они запутывались и принимали это за что-то другое. Дар это означает иногда говорить какие-то тайные вещи, то, что неизвестно. Это сверхъестественная перспектива. Применять божественные средства, божественные способы. Для того, чтобы завершить Божью волю в данной ситуации. Применять божественную мудрость для того, чтобы с помощью божественного вмешательства решать человеческие проблемы. И мудрость будет дана вам для того, чтобы помогать решать проблемы. Всё! Поехали! Поехали! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...